МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концепцию развития округа на ближайшие 10 лет продолжают обсуждать и дополнять сработники учреждений организации города. Свои предложения внесли сотрудники комплексного центра социального обслуживания. Что предложили соцработники, узнаете в первой части нашего выпуска. Глава региона посетил с рабочим визитом самые восточные населенные пункты округа, национальные поселки Варнак и Устикару. Перед встречами с местными жителями Игорь Кошин познакомился с жилищно-коммунальным хозяйством и осмотрел ряд социальных объектов поселков. Оказание высокотехнологичной помощи и доступность государственных услуг. Концепцию 2025 продолжают обсуждать и дополнять работники учреждений и организаций города. В этот раз своими идеями поделились сотрудники комплексного центра социального обслуживания. В первую очередь социальные работники предложили сделать доступнее государственные услуги для жителей села. Каждый раз выезжать в город нет возможности, а к услугам приходится прибегать по многим вопросам. Управляющий аппаратом администрации Заполярного района Виктор Кмить предложил развивать высокоскоростной интернет. Для жителей глубинки это единственный способ быстро и недорого получить необходимые справки и документы. Работники комплексного центра также рассказали о проблеме оказания высокотехнологичной помощи, закупке транспорта для перевозки клиентов и кадровой проблеме. Округ не может динамично развиваться без притока молодых специалистов, молодых образованных кадров. Но надо понимать, сколько и каких специалистов мы должны готовить для наших предприятий и организаций. Игорь Кошин познакомился с жилищно-коммунальным хозяйством самых восточных поселков региона – Варнак и Усть-Кары. Эти населенные пункты главой для визита были выбраны не случайно. Главная проблема местных жителей – нужда в жилье. Очередь на получение квадратных метров практически не сдвигается с места. И хотя новые квартиры там появляются, но на всех их попросту не хватает. Губернатор лично знакомился с ветхими строениями, пообщался с людьми. Затем выступил сразу с несколькими инициативами, которые помогут решить жилищный вопрос раз и навсегда. Это будет возможно, если объединить усилия. Репортаж Олега Хтандейского. Пользуются популярностью, ходят люди, нет? Да, пользуются, пользуются. А у нас как суббота женский день, на воскресенье мужской, да? Пятницу мужской. Пятницу мужской, да? Как положено. А суббота уже там как пойдет, да? Нет, пятницу мужской, субботу женской. Новая баня в Варнаке была построена два года назад. С тех пор это, пожалуй, самое современное здание в поселке. Яркое сооружение, не заметить среди серых домов невозможно. Баня обслуживает все население. 96 человек. Частных, за исключением одной, в Варнаке больше нет. Ой, первая такая баня, шикарная. Вон раньше мы были с вами, вторая баня. Там и холодно, вот, полы провалились. Вопрос энергетики в поселке решен еще два года назад. Новая станция питает все жилые дома и социальные объекты. Сбоев, уверяют местные дизелисты, практически не бывает. Новая техника пока не подводит. Сейчас Варнак ждет топливо. Для этого на побережье уже подготовлены емкости. Чтобы свет в домах был постоянный, ДЭСу нужно немало ресурсов. Теперь о проблемах. Помимо жилищного опроса существует еще один, связанный с трудоустройством. Из 96 человек 14 официально не работают. Однако Михаил Вылко яркий пример для тех, кто до сих пор не нашел своего занятия. В его трудовой книжке одновременно четыре должности. Он и пекарь, и уборщик, и диспетчер, и даже электромонтером подрабатывает. Выпекаю около 30 с чем-то буханок в сутки. Здесь же выхожу на связь, погоду передаю и узнаю о рейсе. Билеты выписываю здесь же. Но чаще всего люди не работают, потому что просто негде. Вакантные места отсутствуют. Итог печальный. Массовая безработица. Во время встречи сельчан с Игорем Кошиным они и то и дело говорили о проблеме трудоустройства. Глава региона перед собранием сказал четко и внятно. Ответить готов на все вопросы. Попробовать, по крайней мере, понять, что необходимо сделать в ближайшее время. И третье, понять, что мы будем делать дальше. И основная наша цель послушать вас, послушать ваши предложения, послушать ваши идеи, с тем, чтобы у нас была возможность переработать, подумать и совместно с депутатами будем принимать решение, что мы будем делать. Поэтому я сразу предлагаю формат перейти на вопросы, предложения. Вот что волнует, прошу высказываться без стеснения. Компромисс был найден быстро. Чтобы решить две проблемы безработицу и отсутствие жилья, Игорь Кошин предложил создать в поселке производственную базу, где местные сельчане будут изготавливать продукцию шкуры оленя, а затем продавать ее в потреб кооперацию. Тем самым у людей появится работа. В свою очередь, глава региона пообещал уже в следующем году, если производство наладится, начать строительство первого четырехквартирного дома. Местное население такой вариант вполне устроил. Была у нас только и традиция – резать ленточки, а потом ждать открытия. Но сейчас, надеемся, будем делать по-другому. Мы тоже с трудом ее запускали, потому что… Сейчас сначала будем открывать, а потом через полгода будем делать публичное открытие. Первые сводки из жилищно-коммунального фронта Усть-Кары Игорь Кошин получил, осматривая центральную амбулаторию. Она появилась два года назад. Оборудование рассказали губернатору одной из самых современных. Вот только одно не радует. В прошлом году один из корпусов погорел, замкнула электропроводка. Теперь ждут материал, чтобы все отремонтировать. А в общем, медицина в Усть-Каре растет и процветает. Здесь работают даже приезжие специалисты из Архангельска. Медикаментов нам хватает, всего, в принципе, хватает, всегда все приходит в срок. То есть, больные часто? Больные, зависит от сезона. То есть, сезон заболеваний, респиратор. То есть, людей много приходит, и детей много приходит. У нас очень много детей, то есть, детей приходит много. Нехватка жилья для местных вопрос, конечно, не менее острый, чем в Варнеке. Большинство домов тут строили еще время активного освоения поселка. Около 50 семей до сих пор ютятся у родственников или в съемных квартирах. Впрочем, 8 из 50 скоро ждут новоселья. В Усть-Каре достраивают два четырехквартирных дома. Технологии использованы с учетом специфики Крайнего Севера. В домах осталось сделать полы, потолки, стены оббить и отопление. Вот будет в ноябре месяце этого года. Где еще, как не в Усть-Каре, строить детский сад? Население поселка 600 человек. Из них 60 – это только дошкалята. Нынешнее образовательное учреждение уже давно устарело, да и тесно стало, признаются воспитатели. В необходимости нового здания никто не сомневается. Его появление ждут уже 30 лет. Грандиозная стройка, будущая визитная карточка Усть-Кары. Детский сад площадью в 5000 квадратных метров. Он сможет принять 80 дошкалят, причем уже в этом году. Да, на 80 мест мы найдем применение. У нас население растет. Поэтому надеемся, что мы охватим. Надеюсь, очень надеюсь, что он будет, как сказать, нашим требованиям соответствовать. И желательно, чтобы он был теплым, уютным и светлым. Как и в Варнаке, визит главы региона и его команды в Усть-Каре завершился встречей с местным населением. О наболевшем говорили долго. Волнующие проблемы практически одинаковые. Жилье, хозяйство, развитие поселка. Безработица здесь тоже преобладает. Нетрудоустроены почти 50 человек. Глава региона предложил убить двух зайцев разом. Схема такова. Местные рыбаки ловят ценную навагу, Ненецкий округ ее покупает. На эти деньги люди строят себе дома, но только те, кто не состоит на социальной очереди. Таким образом появляются и новые рабочие места, и новые квадратные метры. Алекатанзийский, Александр Дуркин, телеканал «Север», Варнак, Усть-Кара. Мы продолжим наш выпуск через несколько секунд. Актуальные направления развития образования на современном этапе. Задача на предстоящий учебный год. Конференция с таким названием пройдет в конце августа в Наринмаре. О самых острых вопросах образования в нашем выпуске. Целевое обучение помогает решить сразу две проблемы. Трудоустройство выпускника и обеспечение организацией кадрами. Подробнее об этой системе расскажем совсем скоро. LMTUR. Только проверенные туроператоры. Только надежные предложения. Многообразие различных туров и круизов. Доступные цены. Продажа авиабилетов за границу с оформлением шенгенских виз. Консультирование по оформлению заграничных паспортов. Связь с клиентами по телефону и по электронной почте. Для постоянных клиентов действуют скидки. LMTUR. Мы находимся в здании магазина «Универсал». Телефон 4-31-67. LMTUR. Это большой ассортимент. Честная цена и надежное партнерство. 22-25 августа 2014 года. Приемная комиссия Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова ждет всех, кто желает учиться по следующим направлениям. Менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Первое и второе высшая магистратура, дистанционное обучение доступны по всем направлениям. Специальные предложения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование любых специальностей. Время работы комиссии с 10 до 18 часов. Адрес город Наринмар, улица Студенческая, дом 1, здание Ненецкого аграрно-экономического техникума. Ждем вас. Успешен тот, кто успевает. Продолжаем выпуск. 27 и 28 августа в Наринмаре пройдет традиционная августовская педагогическая конференция. Актуальные направления развития образования на современном этапе задачи на 2014-2015 учебный год. В рамках конференции пройдет пленарное заседание и заседание Межведомственного координационного совета по вопросам образования, где будут подведены итоги прошедшего и обозначены актуальные задачи предстоящего учебного года. Второй день конференции откроют четыре деловые площадки, которые будут рассматривать общие и частные вопросы образования. Размотрят участники вопрос аттестации педагогов и руководителей образовательных учреждений округа. В связи с введением нового порядка аттестации особое внимание обратят на вакансии педагогов, воспитателей и других работников образования. Требуются учителя начальных классов, учителя английского языка, очень много психологов, требуются психологи, педагоги-психологи, логопеды, требуются образовательные учреждения, где есть коррекционные классы и коррекционные группы. Учителя физики и математики требуются просто учителя математики. С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте Центра занятости населения Ненинского округа, который вы сейчас видите на своих экранах. С трудностями в поиске работы не сталкиваются целевики, так называют тех, кто обучался по направлению от организации. По словам специалистов образования, целевое обучение помогает решить сразу две проблемы – трудоустройство выпускника и обеспечение кадрами организации. Елена работает в дознавательном отделе ОМВД. Об этой профессии задумалась ещё в школьные годы. Поэтому в 11-м классе стала ходить на подготовительные курсы в полицию. После успешной подготовки в округе благополучно поступила в Санкт-Петербургский университет МВД. И в последующие пять лет даже не задумывалась о будущем месте работы, как и два её однокурсника, тоже вернувшиеся в Нарьенмар. Проблематичный на данный момент вопрос трудовой занятости. А нам предоставляется уже автоматически место, за нами закрепляется. И то есть я прихожу, я знаю, что я уверена, что у меня будет работа. Я буду работать, и моя работа будет соответствовать моей квалификации. А не так, что, например, я отучилась на юриста или экономиста, а пошла работать в продавцовом магазине, как это зачастую бывает. Целевое обучение выгодно как студенту, так и самой организации. Для неё вопрос кадрового обеспечения решается на многие годы вперёд. Причём компания сама рекомендует ребят в поступлению, отбирая тем самым своих будущих работников. При таком раскладе никто не рискует. Выпускник и организация заключают договор. Студент обязуется выучиться и отработать в организации определённый срок. Компания принять его на работу со всеми гарантиями. В этом году таких договоров с ОМВД заключили пять студентов. Свою работу и строим, прогнозируя кадровую политику на ближайшие годы, с учётом выпускников на ближайший год и период. Хотя у нас работают и юристы других вузов, но акцент всё-таки мы делаем на наших выпускников. Такую систему подбора работников практикуют и другие органы. Так МЧС по Нинецкому округу в этом году направила на обучение два человека, прокуратура – одного. Нинецкая окружная больница, где вопрос кадров стоит особенно остро, тоже направляет выпускников школ на учёбу. Однако желающих не так много. При том, что условия работы и зарплата по меркам большой земли вполне приемлемы. Сюда как-то так мало кто рвётся обратно, но зато здесь интереснее, в плане как-то всё спокойнее, работа есть, работаешь. И так изначально планировалось тоже сюда ехать, договорённость была и так далее, что возьмут на работу. Тем более стационар, а не в поликлинику. Хотелось всегда в стационаре, в этом всём, в котле поработать. Вот работаем. Определить необходимое количество работников, скажем, через три года, по силам почти каждой организации. Такое планирование защитит от кадрового голода и уравняет рынок труда в округе. Валентина Чебичик, Дмитрий Лукевич и Сергей Качегов, Телеканал «Север». Смотрите далее в нашем выпуске. В России отмечают неофициальный день археолога. Археологическая экспедиция под руководством московского археолога проводит раскопки в первом городе Заполярье, Пустозерске. Археолог, биогеограф, биофизик и местные жители два месяца будут исследовать городище. Мы узнали о результатах первой недели работы. Компания «Красный город» приглашает выбрать тур на бархатный сезон. Осенние каникулы и Новый год. Авиа, ЖД-билеты, страховки, визы без покупки тура. Выбери свой достойный отдых в надёжном туристическом агентстве «Красный город», улица Ленина, 31. Морские перевозки из Архангельском на Ренмар по расписанию. Любые виды грузов. Упаковка, хранение и доставка от двери до двери. Предоставление контейнеров. Полартранс. Мы рядом. Телефон 8 800 187 64. Сайт polartrans.ru Продолжаем наш выпуск. В селе Тельвиска продолжается активное благоустройство территории. В ближайшее время муниципальные власти планируют закончить оформление прогулочной зоны и установку мусорных баков. А к юбилею Победы открыть новый монумент. Начали благоустройство села с названия улиц. Ещё несколько месяцев назад в Тельвиске не было названий улиц. Адрес был незатейливым. Лишь номер дома. Причём найти нужный могли только знающие люди. Кости села запутанную нумерацию понимали с трудом. Сегодня на карте 14 улиц и переулков. Название придумывали всей Тельвиской. Также всем селом решали, каким будет новый памятник павшим в годы Великой Отечественной. Старому исполнилось почти 40. За это время северная природа его изрядно потрепала. Бетон уже крошится и ремонт становится слишком затратным. Памятник будет изготовлен из металла. Это металл металлический и окрашен специальной краской, которая гарантийный срок достаточно большой, больше 10 лет. Думаю, что нам этого хватит надолго, чтобы без реконструкции производить. Также будут с боков сцелы установлены постаменты. И на постаментах установлены уже плиты, гранитные плиты, где будут выкровированы имена павших. Новый памятник выполнят в виде трёхметровой стелы. Рядом с ним разместят гранитные плиты с именами погибших земляков. Территорию возле памятника также оборудуют. Новый монумент появится на улице Центральной уже к 70-летию Победы. В рамках благоустройства села в Тельвиске установят два информационных стенда, а также оборудуют площадки для мусорных контейнеров. Будет определён подрядчик, то есть если подрядчика мы сможем определить, то есть выйдет либо индивидуальный предприниматель, либо юрлицо на данные работы, то к концу года, точнее уже даже к концу сентября, эти площадки будут установлены. Их будет 8 штук. К наступлению полярной ночи порадуют и телевисочных спортсменов. Теперь трасса будет пригодна для занятий лыжным бегом и скандинавской ходьбой в темноте. В ближайшее время закончатся работы по установке функционального освещения в лесопарковой зоне. Пор 19 штук, протяжённость 619 метров, выполнена СИПом, самым несущим изолированным проводом. Всё современное оборудование, всё монтаж. Позже в районе прогулочной зоны появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс и школа на 100 мест с универсальным игровым залом. Строительство последней начнут уже в этом году. Екатерина Гончарова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Активисты Коткина всерьёз занялись пейнтболом. К делу подошли ответственно, закупили инвентарь и экипировку. Оборудовали полигон и провели свой первый официальный чемпионат села среди четырёх команд под названиями «Звезда», «Луч», «Зелёный» и «Гвоздь». На полигоне за право называться лучшими поборолись 16 человек. По итогам соревнования первое место заняла команда «Звезда», второе – «Зелёный», третьей стала команда «Луч». Все ребята были награждены сертификатами участника чемпионата и медалями. Команда «Победитель» получила переходящий кубок. Ведь в планах у организаторов сделать такие чемпионаты ежегодными. О пейнтбольном будущем села в телефонном интервью из Коткина нам рассказал инструктор по спорту клуба «Луч» Александр Романов. У нас есть конкурсная программа. Каждый год в заполярном районе мы участвуем в конкурсе. Я писал предложение, что на базе Коткина организовать первенство округа по пейнтболу и первенство заполярного района по пейнтболу. Удовольствие дорогое, стоит этого, но оно стоит, это удовольствие. Опять, оно очень интересно ребятам. Они очень занижают свои энергии, так скажем. А сейчас в чём можно сказать? Будем собирать документы, оформлять свой клуб пейнтбольный. Есть. У нас есть спортивный комплекс, база будет. У нас есть какая-то база, которую мы можем выдать. У нас компрессор, 10 автоматов там. Но мы будем пополнять её постоянно, потихонечку. 15 августа в России отмечают День археолога. Это неофициальный праздник всех научных сотрудников, которые посвятили жизнь поискам древностей. Накануне знаменательной даты мои коллеги посетили Пустозерское городище. Раскопки под руководством московского археолога на Богородичном мысе группа учёных проводит не первый раз. Мы узнали, что удалось найти исследователям за неделю работы. Сейчас глубина раскопа всего один метр. Продвинуться в недра ещё на два планируют до конца сентября. Сегодня на поверхности уже можно увидеть строение 18 века. По мнению археологов, они наткнулись на угол жилого дома или бани. Пока сказать точно невозможно. Ещё ниже, под слоем грунта, историки планируют найти фундамент храма введения Пресвятой Богородицы 1730-х годов постройки. Одну его сторону обнаружили в прошлом году. Большинство людей, исследователи считали, что остатки храма уже ушли в озеро, то есть и его не осталось. Ну, мы на всякий случай вот здесь заложили раскоп и попали прямо на фундамент, мощный фундамент вот этого храма, который относится, этот фундамент относится к первой, вернее, ко второй, третьей 18 века. Общая площадь раскопа – 32 квадратных метра. Как говорят археологи, этого недостаточно, чтобы исследовать территорию должным образом. Раскоп на 100 квадратов сейчас непозволительная роскошь. Объём работы зависит от финансирования Федерального министерства культуры. Но даже в ограниченном пространстве удаётся найти интересные вещи. Вот такой вот донцы у него видно, деревянные. Ну, он был примерно вот таким, с крышечкой. Ну, вот осталось вот это вот. Сохранить деревянные, тканые и кожаные изделия в культурном слое позволяет многолетняя мерзлота. Она же и затрудняет проведение раскопок. Поэтому самостоятельно сотрудники местного музея работать здесь не могут. Признаются – опыта недостаточно. В археологии так с кондачка ничего не решается. И для работы на памятнике федерального значения нужно иметь солидный опыт работы именно с опытными археологами. Вот как Лео Борисович. Многие находки продемонстрируют посетителям Пустозерского музея. Но будет это ещё не скоро. То, что удалось найти сейчас, сможет появиться на витринах лишь через несколько лет. Ведь работа археолога – это не только проведение раскопок, но и изучение найденных материалов. А их в Пустозерске достаточно. Екатерина Гончарова, Сергей Качегов, Телеканал Север.